И вновь о футболе. Пока сборная России сражается за выход из группы, мини-чемпионат мира стартовал сегодня на стадионе «Электрон». Его участниками стали воспитанники школьных дневных лагерей. 24 команды и каждая представляет какую-либо сборную, поступающую сейчас на Мундиале. Чтобы провести главный футбольный турнир планеты, совсем не обязательно строить 12 стадионов в 11 городах страны. Ведущие сборные со всего мира можно собрать и на одном газоне. Такая амбициозная затея нашла свое воплощение в Великом Новгороде. В первый день турнира на поле стадиона «Электрон» вышли представители 24 государств. Из 24 новгородских школ. И да, если кто не знал, то Леонель Месси учится во второй гимназии и играет за сборную России. Месси, не забьешь, мы тебя обратно вернем. Ура! Деньги на воду! Не, а мы тебя выделим в том-то, что я рада. Возможность сыграть под флагами сильнейших сборных планеты выпала воспитанникам летних школьных лагерей Великого Новгорода. За сборную России играли ребята из второй гимназии. Титул действующих чемпионов мира немцев предстояло отстаивать гимназистам из Новоскула. И все-таки результаты на этом турнире не так важны, как атмосфера футбольного праздника. Кроме наград, ребята боролись за самое яркое представление выбранной ими сборной. Тут постарались французы, то есть ученики 13-й школы. Пожелать хочется ребятам хорошего настроения, полностью ощутить вкус этого события, понять, что такое футбол, потому что многие ребята, может быть, этим даже не занимаются. И сейчас, может быть, они такие, определятся в жизни, что, например, хотят заняться футболом. И начнут свою карьеру на стадионе «Электрон». В отличие от взрослого чемпионата в Великом Новгороде россияне не встретились с египтянами, но уже сыграли с уругвайцами, которые оказались в нашей сборной не по зубам. 2-2 в основное время и победы южноамериканцев в серии пенальти. Но не стоит считать такой результат пророчеством, спорт ведь штука непредсказуемая. Максим Широковских, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова